Эксперты ОНФ проверили кислородные баллоны в медучреждениях Владимирской области. Без нарушений не обошлось. Проверки проходят после чрезвычайного происшествия с кислородным оборудованием в Челябинской области. Спецкомиссия из представителей облздрава, экспертов ОНФ, Росздравнадзора и представителей МЧС проверила кислородные баллоны и оборудование в 17 больницах, где оказывают помощь больным с коронавирусной инфекцией. Без нарушений не обошлось, однако... Они все устраняемы. Например, один из недочетов – это места хранения пустых кислородных баллонов, которые должны храниться либо отдельно, либо в специальных сетках. Они навалом, потому что просто падение может ударить целый кислородный баллон и произойти взрыв такого баллона. Все наши замечания были переданы главным врачам. Конкретно о нарушениях, которые обнаружили проверяющие. В центральной городской больнице Коврово разрушено покрытие разгрузочной площадки, рампы для безопасного перемещения кислородных баллонов. В Муромской горбольнице нужно оборудовать временное помещение для хранения баллонов, потому что сейчас они находятся под открытым небом. А Кольчугинской ЦРБ нужна спецтележка для перевозки кислородных баллонов по территории больницы. Обратили внимание проверяющие и на срок годности медоборудования. Мы отметили Александровскую больницу и Юревецкую больницу, где кислородные баллоны одни из самых новых. Они 2019 года выпуска. Срок хранения баллонов перезарядки 10 лет. В остальных местах немножко похуже сами баллоны выглядят, но сроки везде соответствуют заявленным нормам. Продолжение следует...